приветствую вас дорогие мои подписчики и зрители канала продолжаю рассказывать как настроить speedb но уже на betafly это у меня mark 3 здесь стоит у меня контроллер speedb прошивка стоит betafly загрузил я конфигуратор загрузил и конфигуратор версии 10.9.0 есть уже 10.10 но у меня здесь стоит 4 кажется 4.2 поэтому для корректной работы я все-таки оставлю то что где я прошивал так вот загрузил подключаем коптер автоматически загрузилась ну все значит гера акселерометр барометра больше здесь ничего нет магнитометра нету компаса отставить gps а здесь у меня тоже нету как видите голенькая зубочисточка ну и первое что необходимо сделать обычно во всяком случае если вы соберете у вас примерно будет то же самое но если вы захотите потому что изначально производитель устанавливает программное обеспечение на контроллеры у меня кажется здесь он стоял родной я даже не перепрошивал вот как стоял изначально чтобы установить новое программное обеспечение необходимо так заходите программатор нажимаете автоопределение вот у меня определился speedb и высветилась последняя версия betafly 4.5.0 у меня стоит еще раз 4.4.2 и на горючий разрыв наверно стояла изначально не помню кажется я ее не менял но зачем как он работает так работает чуть дурью мается так следующее что здесь еще такого интересного есть значит здесь интересно еще вот что что начиная вот кататься 4 версии уже программа обеспечения которые загружаются в контроллер она больше 500 мегабайт это о чем говорит а там говорят что данный контроллер который f405 здесь оперативная память где-то 1 мегабайт а вот например 411 и 722 процессоры там они 512 мегабайт то есть пол байт байт не мегабайт а байт половину мегабайта поэтому естественно при загрузке необходимо настроить так чтобы количество байт влезла в этот контроллер но если 405 то просто здесь можно ставить это классик моды и голову не ломать сразу загружать прошивку и прошивать все войдет а если например 822 но 411 используется в самом деле самолета не 2 меня 2 кадра квадрокоптера то здесь настроить то что вам необходимо вот пример у меня gps у меня нету не нужен лет не нужен usd у меня не цифровое vtx есть все верху ради у меня crossfire все у меня остается из crossfire с бас и так далее все все остальное остается если вам необходимо что-то добавить вот здесь выбираете внизу нажимаете вот примеру магнитометр и вас магнитометр появляется но его меня нету поэтому я его убираю все после чего нажимаю загрузить прошилку вот идет процесс загрузки прошилки война там побыстрее загружается а вот в бетафлай 4 5 все-таки поставил ну ладно неважно пусть будет 45 так все процесс закончился и вот как видите вот внизу 369 байт то есть 722 он войдет а если это нам изначально что-то я просто просто поставил то вариант такой возможно что загрузилась все через пень-колоду и естественно контроллер работать как положено не будет после чего нажимаем прошить прошивку и все это загружается никаких косяков не должно быть все мы теперь и потом естественно перейдет в режим порта вот он третий порт нажимаем он автоматом подключится все мы зашли сюда после чего здесь на этой вкладке необходимо провести калибровку акселерометра ну калибровку я сделаю ничего сложного нету просто вот вы вы положили на ровной поверхности нажимаете калибровать все калибровка проведена все все нормально но как я говорил вам и война у нас пить и бе направлении показывает какое-то непонятное у него на юг смотрит он показывает вообще хрен знает куда показывает если он показывал на север другое дело а там севера нет ну может быть кто-то знает подскажите мог я что-то неправильно говорил возможно так компаса нету поэтому я ничего не делаю следующее сбросить настройки не надо это вы сбросите все до заводских настроек активе разогрузку дфю но это для прошивки обычно он автоматом переходит порты портак здесь как я и говорил война здесь тоже 6 портов у артов как их определить повторюсь если все смотрите если rx1 tx1 это первый юарт и так далее значит на втором у меня здесь аналогично стоит приемник вот он сериал rx дальше но он автоматом стал вот этот датчик регулятора и на первом меня стоит vtx здесь у меня я рассказывал можете посмотреть если меня стоит не smart аудио а rc трамп поэтому работает через трамп все с этим закончила ничего не меняли поэтому сохранять перезагружать не будем конфигурация конфигурации частота обновления гироскопа 8 остается тоже акселерометр барометра магнитометра нету поэтому ничего не ставлю здесь имя пилота марк это для того чтобы на osd у меня отображался какой квадрокоптер у меня летает угар наклона камеры понятия не имею что это такое и для чего нужно арминг 180 градусов это имеется ввиду что если он например лежит или висит где-то не в нуле а именно в каком-то другом положении то чтобы он запускался перешли на вкладку конфигурации что здесь то что у меня здесь настроено на частота обновления гироскопа 8 килогерц вставляем частота обновления цикла пит 4 килогерц оставляем акселерометр у меня есть барометр есть дальше имя пилота это чисто имя квадрокоптера что можно было потом ориентироваться угол наклона камеры честно я понятия не имею что такое с чем ее едят 180 градусов это максимальный наклон коптера в градусах при которых разрешен арминг то есть можно армить его в любом случае перевернутый можно его запустить если на дерево завеска под каким-то непонятным углом то можно его запустить чтобы он как-то слетело не лезть потом на дерево так прочие функции здесь у меня все это я убираю потому что здесь она даром часть не нужна для квадрокоптера но в моем случае осд оставляю потому что она надо black box не нужен здесь тоже все это не надо air моды что такое air моды air моды это как бы сохраняет возможность управления квадрокоптером при нулевом положении газа то есть можно упрощает как говорится управление и улучшает управление но один из моментов если например вы приземляете и он начинает прыгать как козел то именно надо убрать вот это air моды если air моды выбираете то то будет не будет прыгать но у меня остается остается gps я не настраиваю потому что у меня нету его поэтому он стоит выключенным датчики остаются вот таком положении изначально как были настроены все триммирование что такое триммирование это когда вы например взлетаете он уходит вправо влево то при помощи стика можно триммировать или по ролл или по питч ролл это влево вправо наклоны пич это вперед назад наклоны то есть куда тянет в обратную сторону стиками регулируете как это настраивается стиль переводите в соответствующее положение и после этого начинаете триммировать так тон писк ясно риск это трогать это пищать передатчик отвлечен при потере сигнала врачи начинает пищать сигнал когда канал включен для сигнала но это мне выключено теперь пищалки пищалки я все здесь выключил потому что орет зараза по любому поводу оставил только когда пискнуть при арминге и rx сет сигнал когда аух канал включен для сигнала вот эти две потому что если вот это вы выключите и будете настроить и бипер тумбером щелките не будет пищать от сто процентов проверено я уже мучился мучился одно это правда было года три назад поэтому это надо тоже устанавливать это что касается конфигурации питание значит питание у меня настроена здесь это для литий ионок ну а литий полимеров все-таки надо настраивать чтобы было где-то 3 и 6 начинает возмущаться а вот 3 и 5 это уже минималка вот 35 уже все надо садиться и ерундой не заниматься иначе кранты придут батарейки датчики напряжения и датчик тока они изначально вот так настроены потому что когда мы прошивку делали мы сразу показали что у нас за контроллер и он автоматом естественно настроился сразу датчики тока датчик тока датчик напряжения которые нам показывает ну плюс минус ну примерно показывает верно так нет уже касается здесь если надо калибровку вот здесь есть калибровка перенастроил обязательно нажимаете сохранить фалл сейф значит фалл сейф я падение потому что у меня здесь нету gps а поэтому я даже не дергаю здесь если у кого-то и gps то вот настраиваться вот здесь выбираете gps его здесь уже настраиваете риски и тут угол первоначальная высота пройденное расстояние и т.д. т.д. не буду но даже если вы настроили риски эту он действительно не запустит до тех пор пока вы не поймал стать пока он не поймает спутники поэтому вот минимум спутника 8 штук поэтому чтобы можно было запустить вот здесь устанавливаете как бы рискуя будет недоступно но вы запуститесь у меня нету поэтому и не дергаюсь и еще один из моментов статьи вот здесь когда вот rcci у меня на восьмом канале его здесь есть и поставить вот здесь будет 30 50 или 40 процентов это чтобы здесь был ноль вот здесь ставите здесь обычно изначально там будет вот сейчас я вот здесь тоже покажу вам с этого 1500 вот вы не ставим не ставите а устанавливаете 1000 и тогда там будет 0 но все остальное здесь принципе ничего менять не надо для меня еще раз говорю у вас возможен вариант какой-то будет другой так предустановки но это как бы пресеты которые можно настроить различные ситуации я не дергаюсь поэтому у меня нету никаких vtx и так далее пид настройки тоже я изначально оставляю заводские и ничего тоже не делаю рейты ну рейты конечно здесь можно чуть-чуть увеличить чуть увеличить ну во всяком случае мне пока что это устраивает если будет что-то не устраивает туда буду менять пиды кстати есть профили здесь можно если например для передаю для батарейки нету профилей то есть например настроили вот я настроил а я не сохранил для литий-ионки а приспоставил литий-полимерку а такие данные для литий-полимерки это могут привести только к тому что придет кранты полимерки если я до трех опущу поэтому лучше конечно ерундой не заниматься а именно вот так делать и там можно было вот в лео и война там можно переключать выбрать тот или иной те или иные настройки можно в эту или иную настройку то ли или для ионки для или полимерки но но здесь такого нету поэтому вот я сохранил так а вот здесь есть профиль здесь можно настроить профили несколько четыре профиля можно строить то есть различные можно строить и рейты и пиды и потом уже в процессе жизнедеятельности переключать прямо с пульта передатчика приемник ну приемник тут тоже ничего супер пупа нету выбираете кроссфайл это юарт серийный порт кроссфайл для лрске тоже самое кроссфайл телеметрию включаете все здесь больше тоже я ничего не трогаю и ничего без режима режим у меня вот такие то же самое как и война но один из моментов что здесь например вот приемники а уходим два три 4 5 6 7 и так далее то есть там война у тут получается 1 2 3 4 и вот здесь же будет 5 здесь же у меня 1 дальше переключение стабилизации у меня сразу стоит и затем горизонт вот у меня получается на втором канале стабилизация горизонт и ручной режим акра и бипер у меня стоит на седьмом если у вас супер пупер навороченный квадрокоптер тут можно настроить что у души угодно так корректирование в полете ну точно так же как и война то же самое можно настроить здесь для корректировки полете я этим никогда не занимался да и надобности не было сервоприводы не нужны моторы теперь что касается моторов значит та же самая картина если вы поставили нас пример натуры вас настроены вот наружу а вот здесь вы не переключили то я вам гарантирую будет очень много проблем уже таких случаев статьи очень много было задавали вопросы подписчики и зрители или подписчики и зрители и подсказывала и кстати помогала дальше протокол протокол тоже выбираете тот который подходит под ваш регулятор ну здесь он видите целая куча всяких протоколов ну я выбираю дэшот что дошот 300 что дошот 600 я кстати большой разницы не заметил моторы не крутятся есть включен арминг но это возможно будет интересно для самолета я такого не делаю потому что если он не крутится делаю арминг как-то по привычке смотрю ну что то не то так ну использовать вот это тоже ни к чему потому что у меня не кис не был хели 32 мне буквально был хели стоит здесь регулятор поэтому это даром не нужно и режим холостого года также как и война в 5 и 5 так функция 3d реверсивный не надо я это тоже не стоит точно также можно проверить вращение мотора понимаю опасно что пропеллеры сняты включить и так далее и после этого вот так берем и точно так же мы берем и проверяем направление движение мотора ну здесь это напряжение что-то у меня гира здесь можно проверить акселерометр тоже ставится вот видите гира то есть все все функционирует все работает это же касается моторов ничего тут не я не менял поэтому сохранять ничего и не надо поезды поезды меня настроена именно вот тогда кстати один из моментов если у вас аналог кстати это касается для она весь у вас аналог не вздумайте поставить hd если поставите hd да вот видите как получается но потом когда вы сохраните то у вас на экране будет большая хрен что вы там увидите на нем потому что все уйдет за границы экрана здесь у меня тоже настроена режим полета напряжение батареи напряжение ячейки одной ставит некоторые полностью некоторые ставят чтобы было датчики ну смысле имеется до графическое показание сколько там заряд в вольтах я ставлю вот так мне так удобно и ток потребляемый дальше газ высота это rcc до rcci то есть уровень сигнала link quality что-то меня в бетафлай не получается настроить то я собственно говоря сильно не вникал в это так здесь это горизонт прицел предупреждение так название время мощность а это у меня именно вот настройка протоколов вот если а нет это всего полета всего полета ну ладно проверить если я хочу проверить что такое семью едят так правой стороны значит сигнал и сердце ся и будет меньше 80 емкость меня 850 высота двадцатка ну 20 ладно пусть мне лучше 10 поставлю лучше поставлю 10 так и предупреждение батарея недозаряженная ну читать я не буду вам перечислять поставил такой вот критически низкий заряд батареи и и режим поворота после падения ну rcci хотя честно говоря в этот режим поворота после падения то нафиг он не нужно оно не надо мне не надо а вот критически низкий заряд да и предупреждение батареи пусть будет все и то что высветится после того как вы полетаете и будет итоговая высветится полностью информация которая есть значит вот с таймером таймер 1 у меня здесь тоже таймер настроен 1 все сохранить все сохранил все теперь мы зашли на вкладку видео передатчик но у вас изначально здесь ничего не будет но необходимо настроить но все зависит от того какой у вас пивать видео передатчик сюда надо загрузить вот таблицу таблицу vtx но для этого заходите на сайт даже вот здесь заходите набирайте вот vtx таблиц table бета fly вот вы ее выбираете эту табличку и попадаете вот сюда а здесь можно выбрать смотрите если вас смарт аудио протокол тб смарт аудио здесь протокол трамп можно вы сюда зайти найти его другую и вот здесь видите вот здесь есть перечень даже вот смотрим 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 и вот у нас есть настройка vtx для конкретного передатчика и чайна но у меня здесь и чайна на вот и выбрал вот она есть и вот это все скопировал потом я захожу в бета fly и командную строку и вот сюда вставляю нажимаю вот и вот она есть теперь нажимаю здесь и и сохраняю но я это делать не буду потому что у меня уже все настроено так что возвращаемся обратно видео передатчик все здесь настроено а что переключалась мощность необходимо командной строке настроить следующие вот берем здесь набираем vtx нажимаем вот у нас такая таблицка высвечивается вот у нас получается 4 это у нас канал вот этот аук 4 здесь у нас можно настроить там каналы и вот последние последние это у нас именно настройка мощности 135 и получается что на 4 аук у нас настроена мощность вот смотрим выбираем теперь вот мы передатчики смотрим как видео передатчик 13 вот 1 3 и 5 то есть получается нулевая третья сотня и четвертая 400 но когда переключаю так оно и получается все передатчик здесь настроен дальше датчики ну датчики чисто для контроля здесь гера и акселерометр я уже вам показывал то же самое можно здесь увидеть они все работают магнитометра нету высоты она бара еще да еще баром можем настроить вот берем вот у нас бара еще пошла ну это мы убираем отсюда так это не надо и черный ящик я тоже у меня включен но все занято мы берем его и очищаем стереть идет стирание так все сейчас она сотрется все свободно 8 мегабайт здесь внутренне здесь не надо флешку вставлять вот целом я вот так и все настроил надеюсь вам данная информация будет полезна так что смотрите смотрите сами как говорится решайте сами настраивать или не настраивать что на этом буду заканчивать все что я вам хотел показать я вам показал рассказал но имеется то что я знаю я не гуру в этих вопросах ну что-то понимаю поэтому я поделился попросили поделился помогло хорошо не помогло не знаю ищите кто вам более подробно это все расскажет возможно кто-то по умнее меня я не претендую как говорится на первенство в этом все так что с вас подписка палец вверх палец вниз всем мира добра здоровья до новых встреч на моем канале